Апостолы бросили свои эти сети, рыбки, всякие эти катера, яхты, пошли за Христом, представляете? Я думаю, что что же это такое за Бог? И когда мне стало плохо, я ему набрал номер и говорю, Витя, что мне сделать надо? Мне плохо внутри. Он говорит, я сейчас приеду, тебе нужно жизнь Богу отдать. И мы встали ночью в этой кладовке на колени, и я сказал три слова, которые изменили все в моей жизни. Я сказал, Господи, прости меня. То есть вы покаялись перед Богом. То есть пришло вот это покаяние, которое, да, ну я уплакался. То есть это не было, я Бога ощутил, я не знаю, каждой фиброй своей... Но мы не перед людьми каялись, а перед Богом. Не перед кафедрой, перед Богом, да. Перед Богом. А потом уже была, потом уже пошла вот эта история о том, как, так сказать, пошла церковь, пошла вот эта старая пятидесяческая церковь. Мы были рокерами, поэтому рокеры мы играем рок, так сказать. Мы пришли, нам сказали барабаны от сатаны. Старое прошло, теперь все новое. Забудьте, бросьте и все. Дали нам такие правильные штаны, рубашки, значит, джинсы вон. Дали нам акустические гитары, потому что на драйв-гитаре нельзя. Драйв-гитара это тоже... От падшего ангела. От падшего ангела какая-то гитара. Поэтому вы понимаете, что религия, она мешает Богу пробиться в сердце человека. Ведь Бог, он близко, он шикарный, он ко всему, к президенту. Ну, вы же знаете. Мы отошли немного о темах. Я извиняюсь. Это тоже очень интересно. То есть вы хотите сказать, что любая церковь, когда приходит искушение властью или деньгами, эти искушения очень трудно выдержать. И мы знаем из истории мира, что многие церкви во многие периоды своей жизни и деятельности не выдерживали. И вот тогда, когда это искушение не выдерживается, когда становится главным власть, деньги, богатство и влияние, и влияние на душу человека, вот тогда церковь становится частью государства. И тогда она перестает выполнять свою функцию, быть независимым духовным аппаратом, быть посредником между Богом и человеком. Она становится посредником между государством и человеком. Вот какая трансформация получается. Я абсолютно с вами согласен. А вот скажите, что лично вы делаете, зная уже Бога, что вы делаете для того, чтобы рассказать другим людям о нем, чтобы они, подобно вам, тысячи наркоманов, тысячи алкоголиков, тысячи просто несчастливых людей в кладовке, или в саду, или в комнате, или на улице, могли тоже, как вы, преклонить голову и покаяться перед Богом в своих грехах. Знаете, вы можете ответить мне песней на этот вопрос. Да, Михаил Зинович, я песни отвечу, потому что у меня много песен разных, но вы знаете, что я делаю? Вот здесь лежат мои альбомы, я вам подарил. Новый альбом я записал, называется «Ракета». Да, помню, помню. Вот я стою в такой вот интересной... В скафандре. В скафандре, да, вокруг там гремит гром. Я сейчас прыгаю в ракету и летаю с этой земли. Мне, кстати, нравится очень изречение митрополита Сурожского. Он говорит, да откройте глаза, посмотрите, ведь на этой земле все умирает, рождается и умирает. Говорит, мы даже овощи свои храним в холодильнике, чтобы они не умерли. Сорвал плод, все, как бы уже плод. Поэтому я написал этот альбом, почему он называется «Ракета», потому что он... Земля и все дела на ней сгорят. Идея была такая, как «Ноев ковчег». Нам нужно в ракету все улетать. То есть у меня творческое мышление. Сознание. Да, сознание, мышление, я люблю творить. Поэтому я пишу песни, пишу песни и стараюсь в песне... Для меня самый счастливый момент в жизни, когда вот мне диктуется что-то сверху, знаете, и это выливается на мир и производит какое-то действие. И я, на самом деле, даже поразился. Мне только недавно открылось это. Я недооценивал силу песни. Я просто ее недооценивал. Потому что, ну, играешь песню, мне кто-то говорит, спасибо, у меня твоя песня там так поддержала, мне так было плохо, меня вернуло к Богу. Парень, говорит, поставил твой альбом, упал на колени, начал плакать там, что-то такое. Вернулся опять. Девочка в Сиэтле. Несколько попыток к самоубийству, говорит. Послушала твою песню, говорит. Мне стало так хорошо, Бог придет, надежды нету. У меня есть такая песня. Бог придет, когда... То есть песня, Георгий, это выполняет функции. Не просто слова и музыки. Она обладает воздействием на душу человека. Не только напомнить о любви человека к человеку, а напомнить о том, что есть творение, и есть творец. И вот этой... И песней своей. Вы хотите, чтобы творение приблизилось к своему творцу или что? Вы знаете, песни, они очень разные. Очень разные. Интересно. В чем главная функция вашей сеть? Значит, смотрите. Цель такова. Цель заставить человека думать. Заставить человека вспомнить. То есть у нас жизнь, она очень обыденная. А где же свобода выбора, вы перед этим говорили? Вы говорите, заставить. Нет, смотрите, ну как заставить. Пригласить его. Пригласить, да. То есть как бы человека, вот он сидит такой, вот он... И вдруг он, ну послушай там песню. Раз. И у него такое. Да. Я думаю, вообще, так интересно. Интересно, ведь когда любовь в человеке поселяется, вообще, даже к женщине, да, насколько это важно и ценно пронести эту любовь через жизнь, да, ее возогревать, как бы, эту любовь, да. То же самое, если мы будем говорить о любви к Богу. Ведь это же целый путь. Об этом Бог-то и говорил нам. Он говорит, я-то в путь, я жизнь, я истина, я. В этой жизни, конечно, когда мы сталкиваемся с какими-то огромными чувствами, мы не имеем права его продавать, отдавать. Вот когда человек сталкивается с чувством, с особым чувством отношения к Богу, с любовью, когда он вдруг ощущает любовь к Богу и ощущает любовь к Богу к себе, он не имеет права его никогда отдавать ни за стребреники, ни за машины, ни за квартиры, даже ни за другую любовь. А вы знаете, я подумал, когда вы говорили о том, что любовь к Богу, она укрепляет любовь человека к человеку, любовь мужчины к женщине, женщины к мужчине. Ну, сейчас я вынужден сделать такую паузу, Георгий Владимирович, потому что первая часть нашей программы подходит к концу. Я прошу вас быстро пожелать нашим зрителям что-то на прощание. Я вам желаю ваши глаза держать открытыми, и чтобы вера, она не превратилась никогда в религию, и не стала такой узкой, такой, знаете, такой местом от кого-то, из какого-то послания, которое вы-то и не писали. И, может быть, пришло время уже подумать, а какое послание я могу написать. Это все рядом с нами, понимаете? Вот жизнь, которая через веру приходит на землю. Вот я желаю вам доносить эту жизнь через веру на землю. Вот, как я обычно говорю так, что давайте, пусть мое сердце будет Господи с тобой, а руки твои на земле, и я буду твоими руками. А я дополню, пусть наши уста творят молитву, но пусть всегда мы будем помнить, чтобы наши руки оказывали помощь, ибо для Бога важны не только наши молящиеся уста, а наши дающие руки. Ну, я благодарю вас за ваше внимание к нашей первой части программы встречи с певцом-композитором, служителем Божьим Георгием Алексеевым. И, дорогие друзья, желаю вам на прощание беречь свою душу, потому что душа – это самое ранимое, самое важное в нашей жизни. Будьте благословены! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok